В этом видеоролике я расскажу вам о своем дедушке, как он проводит с молодежью патриотическое воспитание. Все его встречи проходят в вот такой обстановке. Посмотрите, как он проводит беседы. Ребята слушают его с большим интересом. Посмотрите, как мой дед владеет их вниманием. На встречу со своим школьным учителем пришел аспирант Бурятского научного центра Александр Малыгин. Хочу сказать ему огромное спасибо за его поистине великий труд. Это мероприятие имело международное значение и прошло в теплой дружеской обстановке. Ребята у нас из Монголии. Студенты музыкально-художественного факультета. «Героические сыновья Зудкулея» – так назвал свою новую книгу известный историк и писатель Бато Жаргалдармаев. Что вдохновило автора рассказать о судьбах и подвигах воинов-интернационалистов узнавал Владимир Жаров. В основу книги легли подвиги земляков. С использованием архивных материалов Министерства обороны Российской Федерации автор сумел восстановить многие неизвестные страницы событий в Афганистане. Об этом писатели, собственные герои книги Владимира Александрова рассказали детям. По словам создателя произведения, так они хотели устранить пробилы в знании истории. Ценность этой работы, наверное, прежде всего в том, что количество часов посещено преподаванием истории школы, когда очень мало говорят о войне. Вот именно 5 часов до 80-го, 11-го класса. Во время встречи гвардии полковник Владимир Александров рассказал о боях в Паншерском ущелье в апреле 1984 года. Поведал о подвигах своих бойцов. Отмечу, что президенту России от воинских общественных организаций было направлено обращение о присвоении Александрову звания Героя России. Но свою звезду участник вооруженного конфликта в Афганистане пока так и не получил. Хотя, как признается сам, награда совсем не главная. Афганистан был, есть и будет важной геополитической точкой на карте мирного. И для России это вообще он важен, потому что от Афганистана рукой подать. Все это как раз говорит о том, что мы там не зря были. Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло более 30 лет. Но чем дальше от тех событий, тем острее становится память. И приходит понимание того, что было сделано военнослужащими советской армии, которые выполняли свой интернациональный долг. Владимир Жаров, Виктория Гмызина, Сергей Павлов, Валерий Прокусов. Вести. Бурятия. Меня радует, что все проекты моего деда находят поддержку в государственных и общественных организациях Бурятии и районных структурах власти. Поэтому давайте подумаем, вместе поработаем насчет наших снайперов, старорусских, какое-то название сказали, старорусские бурятия, думаю, что такое. Меня нравится, потому что действительно они как-то в одном месте оказались и уничтожили целый немецкий полк. Сегодня к нам приехал батаржер Алгубевич Дармаев. Встречились здесь, провели небольшой такой, ну, оргкомитет. Он один из инициаторов этого Аллеи Славы, автор проекта. И вот буквально с 17-го года, в 17-м году был заложен камень Аллеи Славы. И с этого момента началась эта история строительства Аллеи Славы, можно так сказать. И за два года, за три года, за последние три года, да, вот здесь установлено четырем героям бюсты из пяти героев соцтруда, именно из села Баенгол и 29 орденосцам нашего села, знаменитым нашим, значит, именитым нашим людям. И я думаю, что сегодня мы, обсуждая вот эту тему, продолжаем обсуждать и дальнейшее развитие нашего Аллеи Славы, можно так сказать, да? Я так думаю. Нам сейчас что нужно сделать? Продолжить в плане этих 600 с лишним человек, участников войны. Из них 50 офицеров. Сотни людей награждены воевыми орденами и медалями. Вот именно этим людям надо создать уже тоже полноценный такой комплекс, мемориальный, да? Отдельный мемориальный комплекс. Да, что всех родственников надо подтянуть, вот это. Но еще второе, я должен сказать, что своего отца, в юстную меморицию, который награжден орденом Ленина и трудового красного знамени, он первый наш механизатор из республики Бурятии, заслуженный Российской Федерации, получивший звание, я поставлю тогда, когда будет выполнена вся работа, ну, как говорят, капитан уходит с корабля последним. Я поэтому обещаю, что когда все это будет сделано, поставить память к своему отцу. Не память, а рельеф такой же. Хорошо, согласен. Кроме следовательской и просветительской работы среди молодежи, мой деда большое внимание уделяет созданию монументальных комплексов. Одним из значимых его работ стала Олея Трюновой и материнской славы в селе Байнгу, Бургузинского района, откуда он родом. Вся эта композиция создана на народных средствах, в которые самую большую лепту внесли молодые люди, выходцы с его малой родины. Среди них много учеников моего дедушки. Ребята специально приезжали домой, чтобы поучаствовать в его сооружении, привозили за свой счет строительные материалы. Сегодня, 7 августа 2021 года, вместе с своими родственниками, я приехал в село Коросун Байнгольского сельского совета, чтобы почтить память наших родных дядей, которые, вот четыре брата, ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Они все являются родными и двоюродными братьями моей мамы. В колхозе имени Калинина, как в то время называлось это хозяйство, трудилось очень много людей. Сегодня здесь проживает более 25 жителей, то есть 25 семей, можно так сказать. И когда-то здесь содержалось более 4 тысяч овец и тысячи голов крупного рогатого скота. Но, понимаете, здесь такое бездорожье, один единственный мост. Но, тем не менее, мы приехали сюда, чтобы поблагодарить вот этих милых, хороших людей, которые на свои средства, собранные деньги, поставили памятник всем тем, кто ушел на фронт в суровые годы войны. И чтобы помочь как-то развивать вот этот мемориал, мы собрали определенное количество денег и решили вручить председателю местной, ну, старости села, наверное, да, так сказать, учительнице Чемити-Буджаповани, с надеждой, что они будут дальше содержать этот сквер в таком хорошем, приятном виде. Спасибо им большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Буквально вчера деда нашел имя еще одного своего земляка Скоросуна, морской пехотинец Ачиров Хабулей Царемпилович, пропал без вести. В 1943 году его имени нет на памятнике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok